Опоздавшие к тренду. Почему правительство отказалось от норм по Чубайсу? Опоздавшие к тренду. Почему правительство отказалось от норм по Чубайсу? 8 часов РИА Новости, Игорь Заремба, электрический щечек. РИА Новости, Игорь Заремба, электрический щечек. Архивное фото. Дмитрий Лякух все материалы несмотря на, казалось бы, окончательный итог, который был подведен 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, когда было принято решение прекратить на неопределенный срок даже само обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, а также отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и села, обсуждение, естественно, продолжилось. Уж слишком болезненную тему поднял на Гайдаровском форуме Анатолий Борисович Чубайс, по сути, снова предложив населению немного затянуть пояса во имя благополучия экономики. В том ее виде, разумеется, в котором ее понимает руководитель госкорпорации. 8 октября 2018 года, 8 часов нормы потребления электричества, что об этом следует знать. В результате Козак был вынужден разъяснить ситуацию еще раз, причем предельно жестко, вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, к обсуждению вопроса. Примечание автора – бесполезно. И, собственно, на этом обсуждение можно было бы и заканчивать. Если б не одно «но», предложение по Чубайсу, кстати, поддержанное и выдвинутое на рассмотрение профильным ведомством, по структуре своений является чем-то уникальным. Улучшение экономической ситуации в интересах бизнеса за счет затягивания поясов населения модель давно и неоднократно отработанная и на распрямая и официально декларированная представителями определенной экономической школы. И нет никакого сомнения, что с подобного рода предложениями мы еще неоднократно столкнемся. Даже несмотря на тот медицинский факт, что именно рост доходов конкретного населения, а не абстрактного бизнеса, неоднократно заявлялся в качестве приоритета государственной политики и президентам, и премьерам, и даже обоими спикерами Государственной Думы и Совета Федерации. Казалось бы, ну что тут вам надо еще? Но, увы, тут все довольно непросто. У высшей государственной власти и у доминирующей экономической школы в этом вопросе имеется экзистенциальная разница в подходах. И поскольку по сути экономисты власти тут возразить не могут, они вообще без нее не способны осуществлять реализацию своих проектов, то предпочитают жить по известной формуле из русской народной поговорки. Той самой, где кот Васька слушает, но продолжает есть. Что тут можно сказать? 8 декабря 2018 года, 21.30 Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам. На самом деле, кстати, определенная экономическая логика в предложениях Чубайса и его коллег есть. Генерирующие компании инвестировали за последние годы довольно значимые средства в строительство новых объектов генерации на замену доставшейся им во владение в результате реформ энергетики по Чубайсу старой инфраструктуры государственной РАО ЕС. Причем, понятное дело, средства свои, частные, и их надо каким-то образом отбивать. Только здесь нужно понимать еще и то, что эти новые генерирующие мощности строятся в рамках так называемого ДПМ договора по предоставлению мощности. Суть ДПМ в том, что инвестор обязуется в указанные сроки ввести в строй определенный объем генерации. Взамен он получает гарантию возврата инвестиций также в течение определенного срока, обычно это 10 лет. В результате этой замечательной схемы перекрестного финансирования там все происходят равно по идеологии приватизации, когда приватизируются прибыли и национализируются издержки, то есть затраты ложатся на кого угодно, государства, потребителей как в лице населения, так и предпринимательского сообщества. А генерирующая компания исключительно консолидирует прибыль, которая считается отдельно от затрат. Схема для генерирующего бизнеса настолько комфортная, что, казалось бы, будь счастлив и не проси чего-то еще. Просто цифры. Компания Интеррауэлектрогенерация, к примеру, только за 9 месяцев 2018 года, по сентябрь включительно, показала 28 миллиардов рублей чистой прибыли при росте выручки от реализации мощности до 57 миллиардов рублей. 23 сентября 2018 года, 8 часов и не город, и не деревня. На окраине Москвы разводят кур и топят дома уголюма ТГК-1 в прошлом году. В свою очередь, при выручке свыше 82 миллиардов рублей заработала 7,2 миллиарда рублей чистой прибыли. Да и сам Анатолий Борисович в своем выступлении на форуме говорил отнюдь не о плачевном состоянии и отрасли. Там, наоборот, шла речь о безбыточной конкуренции, что из уст экономиста-либерала слышать вообще довольно странно. А о том, что денег в бизнесе много не бывает. И о том, что из-за дешевизны электроэнергии у нас слишком большие потери, народ, скотина, электроэнергию не экономит. Слишком уж она для народа дешевая. Вот он, народ, и открывает слишком часто форточки и ходит по квартире в трусах. Куда, правда, если народ начнет экономить, девать сэкономленную электроэнергию при нынешних сетевых схемах? Чубайс разъяснять не стал. А дальше вывод для экономиста Гайдаровской школы вполне себе закономерный. Надо перераспределять. Деньги, мертвым грузом лежащие у населения. Ну, хорошо, не мертвым грузом, но пусть экономит. И не работающие на экономику, должны быть у этого населения изъяты и переданы частному бизнесу. Налоги, сборы, тарифы на электроэнергию не важно. Каким именно образом, это всего лишь методы и инструмент перераспределения, в котором они будут работать, и даже государству от этого, может, что-нибудь обязательно в том либо ином виде перепадят. А может, и не перепадят. У этой школы очень узкая специализация. Каждый отвечает за свой участок работы. Как там у Райкина-старшего, к пуговицам претензии есть. 31 мая 2018, 17.9 Чубайс предложил направить пенсионные средства в наноиндустрию. Собственно, мы в этой парадигме жили все 90-е годы, а экономисты данного направления живут в ней и по сейчас. То, что не вписывается в рынок, для рынка, который является в этой системе ценности абсолютом, не может быть какой-либо ценностью, а только питательной средой. Просто поясняем еще раз, в генерирующей отрасли и так много денег. Но много их не бывает, а генерирующая отрасль для рынка крайне полезна. В отличие, кстати, от населения, на роль которого в экономических процессах можно смотреть по-разному, и если это будет экономически целесообразно, то чересчур капризная рабочая сила может быть заменена мигрантами. А вот частный генерирующий бизнес не заменить. Вы же не хотите пересматривать итоги приватизации, нет? Еще раз, логика в этом есть. Своеобразная, конечно, но железобетонная. Другое дело, что, может, передовая экономическая школа как-то упустила, что общественные и политические тренды некоторым образом поменялись и встали с головы на ноги. Да и власть, на успехах которой, в том числе в области экономики, эта школа последние годы откровенно паразитирует, уже давно объявила, что главным приоритетом для нее является не бизнес, а те, чьи интересы экономисты данного направления выносят за скобки своих экономических уравнений. Извините за некоторые пафос граждане государства, которых наиболее радикальные представители данной экономической школы именуют жителями этой страны. И пусть в данной ситуации это реально частный случай, но вице-премьер Дмитрий Козак не случайно аргументировал отказ от очередной реформы платежей в энергетике по Чубайсу именно тем, что данный отказ от идеи и введения дифференцированных тарифов обусловлен и без того высокой финансовой нагрузкой на граждан. Чем, кстати, вызвал настоящий когнитивный диссонанс у сторонников нового экономического детерминизма, в их картину мира, в их уравнение это новое неизвестное под названием интересы народа до сих пор как-то вообще не укладывалось. Но времена и тренды меняются, привыкайте. 11 ноября 2018 года, 10-5 альтернатива есть, чем можно заменить традиционные источники энергии. 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Сделать потребление более экономным и экологичным призваны альтернативные источники энергии.